В Иванове женщине, которую подозревают в убийстве и зревности двухлетнего ребенка, предъявлено обвинение, саму девочку сегодня похоронят. Что произошло? Почему женщина пошла на такое страшное преступление? Выясняла Алина Гилева, она уже с утра находится в Иванове. Алина, здравствуй, где ты сейчас находишься? Скажи нам. Да, Аня, здравствуй, но сейчас мы находимся около дома, где и произошла вся трагедия. Давайте я вам сразу и покажу, вот когда мы сегодня приехали в город Иваново, приехали на адрес, где из коляски украли маленькую двухлетнюю Яну. Вот, посмотрите, уже неравнодушные, принесли много игрушек. На самом деле, вот, обстановка и настроение здесь можно понять какое, вот в этом подъезде. На первом этаже жила, живет семья маленькой девочки, двоюродная бабушка. Гуляла с ребенком и буквально на минуту вот зашла в подъезд. Они живут на первом этаже, она занесла сумки с продуктами. Колясочка осталась здесь, около подъезда. Но одной этой минуты хватило было достаточно для того, чтобы молодая девушка подбежала, схватила ребенка и побежала с ним в лесной массив. Вот, давайте я покажу. Вот, она взяла ребенка и побежала вот туда, за дома, а дальше там идет, ну, что-то похожее на лесопосадку. Примечательный тот факт, что ребенок даже не кричал. Судя по всему, можно предположить, что молодая девушка заткнула ребенку рот рукой. Ну вот, мы попытались, конечно же, пообщаться с семьей. И отмечу, что сейчас мама двухлетнего погибшего ребенка, она уже находится в ритуальной службе. Откуда будут происходить, где будет происходить прощание. И потом, соответственно, похороны. Еще отмечу сразу, забегу наперед, что сегодня еще должен состояться суд. Но обо всем по порядку. Естественным образом, родственники не хотят с нами общаться, не давать никаких комментариев. Ну вот, буквально две минуты назад вышла бабушка двухлетней девочки погибшей. Они сели в машину и уехали. Слезы на глазах, конечно, наворачиваются, слушая небольшие комментарии женщины. Я задала ей один единственный вопрос. Что бы она сказала той девушке, которая украла, а потом в местном пруду утопила двухлетнего ребенка? Она сказала, ее Бог простит. И просто у женщины очень много эмоций. И примечательный еще тот факт. Мы попытались немножко пообщаться с соседями. Девушка выносила мусор. Тоже все очень камер, естественным образом, сторонятся. Но она сказала, что потом, после случившегося, соседи друг с другом разговаривали. И вот одна из девушек видела, как та похитительница несколько недель здесь крутилась. Ну вот, можно себе представить, да, и сделать какие-то выводы, что эта молодая девушка, к слову, она 91-го года рождения, ей 25 лет, у нее у самой двое маленьких детей, которые украла ребенка из коляски, а потом его утопила, она здесь была где-то три недели. То есть она смотрела, выжидала момент нужный, следила за этим ребенком. Как говорит следствие, эта молодая девушка, 25-летняя, она приревновала своего законного супруга вот к этому ребенку и к матери этого ребенка. Дело в том, что ее супруг является биологическим отцом, уже погибшей двухлетней Яны. Вот я не знаю, какие эмоции были у девушки, что у нее было в этот момент в голове. Ну вот, это, судя по всему, был шаг такой продуманный. То есть она эту идею вынашивала, так как, как говорят соседи этого дома, жильцы, то девушка крутилась здесь три недели, ее видели. Тут неоднократно погибший ребенок, которого она украла, а потом утопила в местном пруду. Ее супруг законный являлся биологическим отцом этого ребенка. Ну вот я скажу, что сейчас в квартире никого нет. Буквально пять минут назад родственники, которые еще там находились, они уехали, потому что вот где-то в 11.30 должно начаться прощание с маленькой Яной. Ну а потом еще сегодня по плану планируется даже и суд над 25-летней похитительницей, и где-то убийцей, не побоюсь этого слова. Вот мы будем держать вас в курсе всех событий и будем, конечно же, рассказывать вам все в прямом эфире. Ань, тебе слово. Спасибо, Алина. Алина Гилева была на связи из города Иваново. Там женщина похитила и убила двухлетнюю девочку Яну, внебрачного ребенка своего мужа.